всем большой привет сегодня 8 марта делаю эфир для всех наших милых дам для того чтобы поздравить не могу каждую индивидуально поздравить потому что просто это невозможно поэтому необходимо сделать эфир и вот таким эфиром скажем так поздравить всех наших женщин с 8 марта дорогие друзья собственно говоря как мне кажется мы должны женщин поздравлять и как это не звучит банально не только 8 марта ну и круглый год то есть речь идет не о том что надо каждый день букета цветов раздавать или тортики печь речь идет про то что я думаю что счастье человека и в данном случае лиц женского пола заключается в том чтобы жить в гармонии для того чтобы жить в покое спокойно просыпаться спокойно засыпать когда ты засыпаешь с переживаниями с состояние нервозного перенапряжения то конечно это не счастье это скорее несчастье чем счастье это отсутствие гармонии а кто создает эту ауру добра понимания и любви для мамы сестры и жены конечно люди которые живут в доме все все кто окружают эту женщину поэтому я бы хотел пожелать сегодня в этот день чтобы в первую очередь в жизни каждой женщины и дамы присутствовала душевное спокойствие гармония и чтобы женщина чувствовала себя счастливой а что коще счастье моем понимании это когда есть люди которые о тебе заботятся потому что вот когда мы говорим про любовь любовь это забота если есть забота это значит и есть любовь вот поэтому пусть вокруг вас будет много людей которые будут заботиться о вас и я повторю что забота это в том числе сделать так чтобы люди не нервничали сегодня для армянской женщины все очень сложно почему потому что армянская женщина в сирии живет в условиях войны и в условиях землетрясений армянская женщина в турции пострадала от землетрясения армянские женщины украины которые жили себе мирно и спокойно на них напали теперь их сыновья и мужья на фронте погибают получают ранения часть этих женщин убежала из украины у армянских женщин россии никто не спрашивал хотят ли они отправлять своего сына и мужа туда в украину где скажем так не наша война вот и люди которые казалось бы во времена но старых властей убежали в россию теперь их сыновья и мужья погибают на донбассе я очень хорошо понимаю состояние армянских женщин россии и тех женщин чему же я убежали от мобилизации дубай в среднюю азию то есть семьи по сути разбиты и армянские женщины в арцахе который находится в условиях блокады с одной стороны и хамалиев и его правительство которые устраивают террористические акты против мирного населения арцаха или хамалиев который не брезгует убивать простых полицейских арцаха вот представьте каково арцахской женщине тем женщинам которые потеряли своих братьев и мужей обычных полицейских и конечно наши армянские женщины армении которые 34 года своих сыновей отправляли защищать арцах свои деньги отдавали тем же воровитом арцахским чиновникам так что женщине очень нелегко и кстати говоря большинство преступлений совершают мужчины это и пытки в тюрьмах и наркомания и женщин на самом деле более дисциплинированная и более правильно относится лучше относится к родине чем мужчина я не боюсь это сказать поэтому милые женщины мы это знаем мы это ценим я вот просто приведу вам пример что два года мы помогаем семьям погибших и раненых почти 70 процентов помощи отдали наши женщины кстати инфоплатформа в центре объектива это тоже наши прекрасные милые дамы из семьи арушанян которым я говорю огромное спасибо 8 месяцев благодаря им существует наша инфоплатформа дорогие друзья давайте поздравим сегодня с этим праздником 8 марта всех наших дам и пожелаем им здоровья и гармонии